В Италии исчезает озеро Барачана, одно из крупнейших в стране. Оно расположено в 30 километрах от столицы и считается римским колодцем. Из-за продолжительной засухи этого года и возросшего забора воды в столицу, его уровень опустился до критической отметки. Береговая линия отступила, и ученые говорят о возможной экологической катастрофе. Римский колодец пустеет. За это лето замученная жаждой столица выбрала из озера слишком много воды. Около 22 миллионов кубометров. К концу октября уровень воды в водоеме опустился на 2 метра до значения критического. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 31, 32. На 32 метра отступила береговая линия озера. Из-под воды показались дунные водоросли, но не только они. Прохожие нашли на песке с десяток ручных гранат времен Второй мировой. Не разорвавшиеся они лежали под водой в течение десятилетий. За 40 лет наблюдений за озером ничего подобного не происходило, настораживают ученые. Водоему грозит реальная опасность. Дэвид Рости, специалист Института водных исследований Италии, сравнивает Брачана с Аральским морем. В случае с Аралом воды, его пополнявшие, были перенаправлены, и не получая естественного притока, озеро высохло. С Брача сейчас происходит то же самое. Мы качаем из него воду, но дождей нет, и озеро не пополняется. За месяц уровень воды в нем опустился на 10 сантиметров, что вовсе неестественно. Если этот ресурс закончится, другого у нас нет, и заменить его мы не сможем ничем. Продолжительная засуха, установившаяся в этом году в Италии, серьезно осложняет ситуацию. Если верить показателям дождемера, на озере Брачана количество осадков, выпавших в регионе, зарегистрировано значительно ниже нормы. 3 мм в июне, в июле 2, а в августе не упало и вовсе ни капли. С надеждой на озере ждали осени, но не было дождей и в октябре. Как с точки зрения экологии, так и с точки зрения человеческой, значение озера для нашего региона неоценимо. Озеро – это все. Вся наша экономика и все доходы связаны с его присутствием. Я работаю в туристическом секторе и могу сказать, что в прошлом году мы наблюдали толпу туристов у озера. Оно всегда привлекало и жителей Северной Италии, и самих римлян. В этом же году падение показателей в сфере туризма было чрезвычайным. И озеро Брачана – не единственное милеющее в Италии. Запасы пресной воды за этот засушливый год значительно сократились во всех регионах страны. Вопрос о возможном ограничении водоснабжения некоторых городов по-прежнему остается открытым. Если погода не переменится и запасы не будут восполнены, к следующему лету Италия может столкнуться не только с экологической проблемой на озере Брачана, но и с острым дефицитом питьевой воды.